Панорама – это 27 тысяч квадратных метров магазинов, кафе и бутиков. Ежедневно этот торговый центр посещает огромное количество жителей и гостей Черкеска. Кто-то приходит за покупками, кто-то посидеть в кафе и пообщаться с друзьями. Вот и сейчас всё идёт как обычно, своим чередом. Но вдруг в здании оживают громкоговорители и женский голос без малейшей нотки паники сообщают всем, что в торговом центре начался пожар. Внимание! В здании пожар! Просьба покинуть здание через ближайший год. Эвакуировать целый торговый центр – задача непростая. Но то ли после трагедии в Кемерово такие проверки вошли в привычку, то ли посетители сегодня подобрались как один уравновешенные. Покидать здание они начали без всякой паники и давки. Итак, почти три минуты. Ровно столько времени у меня заняло, чтобы спуститься с четвёртого этажа. Никакой паники. Везде есть указатели, куда следовать. Можно было какую-то часть пути проехать на эскалаторе. В какой-то момент потом он остановился и пришлось использоваться эвакуационным выходом. В принципе, никаких проблем не составило. Справедливо будет отметить, что абсолютно все посетители центра покинули его в установленное по регламенту время – 4 минуты. Правда, кое-какие претензии с их стороны всё же были высказаны. Абсолютно не слышно было. А где находились? На четвёртом этаже. Абсолютно не слышно было. А как тогда поняли, что эвакуация? Ну, потом мы услышали. Охрана сообщила, и мы все спустились. А вот когда именно спускались, проблемы какие-то возникли? Нет, абсолютно никаких. Очень приятные ступеньки. На эскалаторе спутались? Нет. Через выход, да? Да, через выход. Лестница очень широкая. Да, широкая. Эвакуировались, правильно, из торгового центра? Трудно было? Как быстро? Нет, всё быстро. Вообще быстро. Система оповещения как на ваш взгляд сработала? Слышали? Хорошо. Слышали, да. Чуть-то громче нужно. Мы сперва вас по-нараду. Спасатели не заставили себя долго ждать. Прошло пять минут, на место происшествий прибыли машины пожарной. Сейчас видим, как сотрудники пытаются ликвидировать последствия. Часть пожарных оперативно отправилась внутрь здания, чтобы отработать свой алгоритм действий при чрезвычайной ситуации. Остальные тушили условный пожар снаружи, воспользовавшись для этого автолестницей. Когда отдача на пожарных гидрантах удовлетворяется? Да, до высоты. Около двух осмосфер минимум. Вот тут и выяснилось, что в прилегающих к торговому центру пожарных гидрантах не поддерживается необходимый уровень давления. Центральный пункт пожарной связи вышел на связь на водоканал, горводоканал. Они поясняют, что данные пожарных гидранта относятся к торговому центру. А в чём проблема была с гидрантами? Давление маленькое. Потому что для пожарных автомобилей, для подачи, тем более вы видите, АЛ-50 – это не маленький автомобиль. Минимум 3,5 атмосферы нужно. А он выдаёт 2. Всего к учениям было привлечено 4 десятка спасателей и 6 единиц спецтехники. По легенде, им предстояло потушить очаг возгорания, возникший на четвёртом этаже торгового центра в детском игровом зале. Но именно в этом месте из-за проведения строительных работ системы оповещения пожаротушения не работали. На четвёртом этаже сейчас идёт реконструкция, там была детская комната. В данном помещении система пожаротушения и система оповещения не работала. К сожалению, сотрудники центра нас не оповестили, мы сделали это всё внезапно. Но обещали это всё в ближайшее время устранить. А так, вопросов серьёзных не возникало. В принципе, работают на основной части торгового комплекса все средства и пожаротушения, и дымоудаления, и оповещения. По словам пресс-секретаря торгового центра, все выявленные нарушения будут устранены в ближайшее время. На данный момент единственное нарушение, которое было обнаружено, такое более-менее существенное, на четвёртом этаже не сработала система оповещения, система пожаротушения. Но этот момент будет устраняться по мере установления подписания со стороны органов прокуратуры. Торговый центр «Панорама» не первый в Карачаево-Черкесии, где за последнюю неделю была организована учебная эвакуация. И, конечно же, не последний. Но как бы там ни было, отправляясь за покупками или на встречу с друзьями в любой торговый центр, уделите буквально минуту своего времени, чтобы изучить план эвакуации и запомнить, где расположены запасные выходы. Просто так, на всякий случай. Хуже уж точно не будет. Мадина Лайпанова, Станислав Сушков, Архейс 24.